Кусочек белого хлеба Просеять муку, добавить соль, дрожжи и тщательно перемешать. Сделать лунку, залить воду, вымесить массу, порвать и протянуть тесто. Вот, придачу подбирать и протягивать. Еще есть такая отличная птица. Глядя на мастерство Натальи Паниной, сложно представить, что пекарские способности девушка открыла в себе совсем недавно. Во время самоизоляции, когда свободного времени стало больше, чем обычно. К идеальному рецепту, признается новоиспеченный мастер, пришла не сразу. Не все получилось идеально, не все с первого раза хорошо зашло, разумеется. Но потом со временем, со временем все больше, лучше, интереснее рецепты стала находить. И, естественно, что делаешь? Угощаешь своих друзей, угощаешь своих близких. Все говорят, это круто, это вкусно, давай еще, пеки еще. И постепенно, постепенно, постепенно одни попросили, другие попросили. И тут мне стало совсем интересно, а что если попробовать печь настоящий ремесленный хлеб, использовать хорошую муку, использовать дрожжи, использовать опару, использовать закваску. Отдых, предварительная расстойка, обминка, формовка, разделка. Будущий багет проходит все этапы технологического процесса. На тесто Наталья Панина хлопочет пару часов. Продукты советует Ниаганка лучше использовать качественные. Тогда шансов получить идеальное тесто будет больше. Смотри, оно мягкое, видишь? Оно эластичное, оно приятное. Используем мы с тобой, опять-таки, очень мало муки. Вот очень мало. Задача не утяжелить нам с тобой тесто мукой. Видишь? Воздух. Это говорит о том, что когда булочка спечется, она будет очень мягкая, очень нежная. Легкими движениями рук тесто сворачивается в багет, раскатывается и кладется на заранее подготовленный противень. Накрывается полотенцем, вспрыскивается обычной водой, отдыхает еще 10 минут и только потом отправляется в заранее разогретую духовку. Запекается мучное изделие почти час при разных температурах и режимах. Давай проверим сейчас хруст нашей булки. От этого будет зависеть, насколько правильно мы его с тобой сделали. О, классно! Четыре ингредиента в умелых руках могут превратиться в удивительно вкусный продукт. С пылу, с жару, ясто не оставят равнодушным даже самого искушенного гурмана. Испечь такой хлеб может любой, говорит Наталья. Было бы желание. Субтитры подогнал «Симон»